Всем привет, меня зовут Дмитрий Рогачёв, добро пожаловать на мой канал и на станцию метро Текстильщики Таганской Краснопресненской линии. Здесь открылась пересадка на большую кольцевую линию и сегодня мы с вами по этой пересадке пройдём. Но как вы понимаете, если это видео есть и если оно пользуется большим спросом, я надеюсь, что вы уже нажали на лайк и подписались на этот канал, и написали комментарий, что это видео действительно нужно, значит здесь с пересадкой что-то не так. И мы с вами прогуляемся по этим лабиринтам между двумя станциями метро, попадя на переходу мимо московского центрального диаметра номер 2, и вы понимаете, что если я это снимаю и показываю, значит здесь есть какие-то проблемы. Прямой пересадки между этими двумя станциями на большой кольцевой и на радиальной линии нету. Она будет построена ориентировочно до конца года, но злые языки говорят, что она не откроется до конца 22 года, смотря на примеры станций авиамоторная и электрозаводская. Там ситуация сложнее, а здесь ситуация проще. Здесь две станции мелкого заложения и переход между ними будет надземный. Сейчас мы с вами выходим в сторону МЦД-2. Большинство пассажиров знает это, потому что здесь есть указатель D2 текстильщики. И сюда же нам с вами идти на 11 линию метро. Сейчас мы идем по отремонтированному подземному переходу, который ведет одновременно и на пассажирские платформы пригородных поездов. Вот, например, один из выходов мы с вами сейчас уже прошли и идем дальше по классической подземной постройке советских времен. Заблудиться в этом месте сложно, заблудиться дальше очень просто, поэтому я для вас все это и показываю. Вот в этом месте находится выход к поездам в сторону станции Подольск и дальше до Чехова, до Сепрухова. Поэтому, если вдруг вы будете проезжать из центра Москвы и здесь вам нужно будет пересесть на Большое Кольцо, вам нужно будет идти из того выхода. Мы приходим к выходу номер 6, он относится уже ко всему пересадочному узлу, но такой же номер у него был и раньше. И сразу поднявшись по лестнице мы видим большую конструкцию между заборами. Это и есть вестибюль станции текстильщики Большого Кольца. Казалось бы, почему не продлить этот подземный переход, а потому что все будет перестраиваться. Работы по строительству новой станции текстильщики на втором диаметре так и не начались. И там будет 4 главных пути и 2 остальные платформы. Соответственно, пассажиропоток увеличится намного. Здесь будут останавливаться как обычные электрички, так и большая часть экспрессов, часть из которых сейчас проезжают текстильщики без остановки. А так, в час пик, особенно утром, будет очень актуально увидеть и электричку, идущую со всеми остановками, и электричку из условного серпуха, которая является полуэкспрессом. И она будет пребывать одновременно с обычной. Соответственно, здесь будет еще больше народу в этом переходе. Учитывая, что я снимаю не в час пика, а в самое обычное для текстильщиков время. Мы с вами спустились по лестнице, в этом зале уже увидим указатель текстильщики М11 и входим в двери. Станция текстильщики на Большом Кольце имеет боковые платформы, поэтому пассажиры должны будут сориентироваться, в какую сторону им ехать, для того, чтобы не нужно было лишний раз возвращаться в вестибюль или переходить по одной из существующих лестниц. В то время, когда я это снимал, вход на Большое Кольцо еще был бесплатный и абсолютно свободный, открытый, но люди все равно по привычке прикладывают свои билеты. Так оно и будет дальше. Я поворачиваю налево по самому дальнему маршруту, чтобы вы увидели, как пройти против часовой стрелки, а справа был проход к поездам по часовой стрелке. То есть сейчас я спускаюсь в сторону Нижегородской, а туда в сторону Печатников. Очень реализованный вопрос. А зачем делать Большую надземную пересадку, если она в любом случае будет длиннее, чем эта наземная с использованием существующего надземного перехода, соединенного с МЦД? Все очень просто. Спрос на Большое Кольцо намного больше, чем ожидалось. И уже на некоторых пересадках есть огромные толпы, которые просто рвут эту пересадку в клочья. Здесь у пассажиров будет два варианта. Вы можете пройти немного покороче, но через очень большую толпу, пингвинчиками нахохлившись, и толпа будет идти во все стороны. Либо вы можете пройти чуть дальше с пересадкой над железнодорожными путями, и таким образом вы полностью пройдете мимо толпы. На этом все. Приятных поездок. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok